Несколько десятков поэтических марафонов, конкурсов, чтений, конференций, выставок и фестивалей, которые пройдут как в Новосибирске, так и в районах области. Так сейчас выглядит программа Года культуры. И надо сказать, в основном вошли в неё мероприятия, которые бывали и раньше, и состоялись бы и без громкой вывески. Например, писательский форум «Белое пятно», чтение Пушкина в парках или экспозиции книжной графики в художественном музее. Очень многие мероприятия, они дублируются из года в год. И, собственно, изюминки какого-то креативного нового решения я не увидел, не почувствовал. Возможно, проснётся какая-то инициатива снизу, хотя, конечно, вряд ли, ведь сегодня на всё нужны какие-то средства. Мы в этом году остаёмся без достаточного бюджета для приобретения книг, для приглашения к нам. Вот как мы привыкли, что к нам один раз в год приезжают очень известные маститые российские писатели. Но, тем не менее, мы понимаем, что сегодня говорить о том и привлекать внимание к чтению очень надо. Поэтому находятся интересные формы. Церемонию открытия года литературы в Новосибирске провели позже, чем в некоторых соседних регионах, например, в Томской области. Но зато предложили публике обширную программу и выступление музыкантов филармонии, и даже вот такую инсталляцию – книжный арт-развал, в котором можно найти и Маринину, и армянские сказки. Это такая специальная инсталляция, которая была сделана нашим режиссёром Мариной Муромцевой. И сделана для того, чтобы люди, особенно подрастающее поколение, сегодня будет очень много школьников, обратили внимание на книги. Книги разные. Книги библиотечные, небиблиотечные, личных библиотек. Буккроссинг, скраббукинг и демонстрация буктрейлеров, роликов, анонсирующих выход новой книги. Литература сегодня находится в новой и новой пути к читателю. И, кстати, иногда рука об руку с интернетом, который многие как раз считают убийцей традиционного чтения. Мероприятия, которые запланированы на этот год, обращены к разной аудитории. Но упор, конечно, делается на молодёжь. Если верить составителям мирового культурного рейтинга, самой читающей страной сейчас является Индия. Средним жителям этой страны проводят за книгой 10 часов 42 минуты в неделю. Далее идут Таиланд, Китай, Филиппины. Россия в этой табеле о рангах расположилась на седьмой строчке с результатом чуть более 7 часов. Интересно будет посмотреть, повлияет ли год литературы на этот показатель. Алексей Кудинов, Павел Мирошников, телестанция МИР.